Протеин. Оптимальное время приема. В среднем большинство людей спит от 7 до 8 часов в сутки, когда организм в течение этого времени не получает пищу. Он начинает использовать запасенные источники энергии, то есть элегогены с печени и мышц. И аминокислоты, которые получает за счет разрушения мышц. Утром повышается выработка кортизола, вследствие чего запускается процесс катаболизма мышечной ткани. Чтобы предотвратить его, необходимо принять порцию быстрого протеина, сывороточного или гидролизата. При наборе мышечной массы важно создать условия, при которых аминокислотный пул будет непрерывно выполняться. Для этого нужно часто питаться, а между приемами пищи выпивать от 2 до 4 порций протеина, примерно по 20 грамм. Если вы знаете, что не сможете поесть в течение длительного времени, обязательно примите порцию медленного или комплексного белка. Помимо вашего обычного приема, пищи за 2 часа до тренировки можно принять небольшую порцию быстрого сывороточного протеина или за 20 минут БЦА, незаменимые аминокислоты. Они составляют до трети всех протеинов мышечной ткани и используются как источник энергии при интенсивной мышечной работе. Если во время тренировки в крови нет высокой концентрации аминокислот, организм будет расщеплять мышечный белок и использовать его для обеспечения своих энергетических нужд. Прием сывороточного протеина до тренировки обеспечит организм необходимым количеством БЦА и поможет избежать мышечного катаболизма. В это время наше тело особенно хорошо усваивает питательные вещества, запасы гликогена исчерпаны, концентрация аминокислот и сахара в крови низкая. Для скорейшего восполнения потраченных углеводных запасов и быстрого поднятия уровня аминокислот в крови непосредственно после тренировки рекомендуется использовать генер, смесь углеводов и белков. Белки обеспечат поступление аминокислот в кровь, а углеводы пойдут на восстановление гликогена. Если вы придерживаетесь жиросжигающей программы, то следует отказаться от углеводов в вашем посттренировочном коктейле и ограничиться только концентратом или изолятом сывороточного протеина. Обычный прием пищи может идти спустя час-полтора после этого. Есть мнение, что прием пищи перед сном ведет к накоплению жира в нашем организме. Это утверждение оправдано в отношении потребления углеводов, но не в отношении протеина. Правда, справедливо это только для физически активных людей. В течение последующих 6-8 часов вы не сможете принимать пищу, и ваше тело не будет получать необходимые для роста и восстановления аминокислоты. Поэтому для предотвращения ночного катаболизма мышечной ткани можно за 30 минут до сна принять порцию медленного протеина. Идеальным выбором будет комплексная смесь, включающая протеины с различной скоростью усвоения, сывороточный, молочный, мицеллярный, казеин. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok